Меня зовут Наталья Гоцей, и я супермодель. Я получила от работы все, что хотела. Показы Диор, Гуччи, Валентина, Шанель, обложки Харпис Базар, Эль, Вок, Ла Фисель. А в 2007 я похудела до 46 кг при росте 1,81 м и вызвала анорексичный скандал в модельном мире. Это было жестко и почти разрушило мою карьеру. Еще из моей квартиры вынесли все, что я годами зарабатывала. Но я не жалуюсь. Мне нравится быть Гоцей, и мне есть чем с вами поделиться. Подписывайтесь, будет интересно. Я достала импланты, наверное, потому что скучно жилось. Я шучу. Это будет грустная история. Реально. Жидкость, как будто бы запекшаяся кровь. Кто виноват? Кто виноват? Кого мы? К суду. Еще месяц назад я носила белье вот такого размера. Сейчас оно у меня слегка далеко. Это у меня все провокатор, все 75B. Стандартный, красивый, женский, сексуальный размер. Упс, отсутствие. У нас в семье есть такое заболевание, как рак молочной железы. И оно ближе, чем мне бы хотелось. Поэтому по этим показаниям я сделала генетический тест, который пришел не очень тешительный. После этого я начала из года в год делать МРТ груди. И последнее МРТ показало не самые хорошие результаты. И в принципе я сделала это вынужденно. Потому что у меня все было сделано настолько натурально и идеально, что жаловаться было бы грех. Мы сделаем что? Утилизацию! 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 в основном ну и потом я подумала наконец-то начнется новый этап моей жизни где я буду само совершенство я буду привлекательная я буду сексуальная я буду вся такая эротичная моего хирурга зовут бенджамин это человек которому я доверяю всецело и после первого знакомства с ним вот у меня даже не возникло ни капли сомнений а также у него делала еще глаза поэтому потом расскажем поэтому смотрите мой youtube канал вы узнаете много интересного за комплекс всего я тогда заплатила больше 12000 евро но у меня была знать этот скидка на опт скидка на опт сработала потому что я делаю все одновременно реставрацию кесарево сечение делала блеферопластику и я делала импланты на груз ну то есть оптом дешевле это я вам говорю на съемках большинство людей которые меня окружали видели меня раздетую никогда даже подумать не могли что у меня какое-то было вмешательство настолько все смотрелось гармонично вот ну а те кто уже потом вследствие узнавал говорили вас восторгались восхищались работа хирурга и говорили что это лучшее что они видели и это факт это были сиськи на миллион нет я за ним совершенно не скучаю я себе такой нравлюсь больше у меня видимо с возрастом еще что-то поменялось в ощущении себя и наверное это то что должно было случиться а теперь я приняла это и не знаю все вокруг мне подсказывает что я на правильном пути когда я удалила импланты я думала на этом все закончилось достал их и все и в один прекрасный день когда уже начался карантин я проснулась одна грудь отличалась от второй примерно на два размера было достаточно такое большое уплотнение и она была прям горячей я понимала что это происходит не так я сделала видео фото обзор отправилась своему врачу и он порекомендовал найти все-таки клинику хирурга которому я могу обратиться поскольку возможности полететь куда-то у меня уже не было за время карантина я сделала уже пять процедур по выведению этой жидкости из своей груди и вот он шестой надеюсь он заключительный сейчас узи покажет что мне просто это больше не надо и я свободна долл первый раз пришла с этой с воспаленной грудью и думала сейчас мне дадут волшебную таблеточку а врач такой достает вот эту вот такую иглу и шприц такой и выкачивали вот эту вот жидкость которая в первый раз было реально мне кажется два десяти кубовых шприца вот таких гигантских когда достали имплант остается пустая ткань кармашек вот он должен весь срастись и получается в этой ткани 1 у меня срослась хорошо в хорошей динамике она быстро срослась а во второй собиралась вот это вот жидкость такого странно коричневого цвета вот который нужно было периодически а тут доставать в первой серии я уже топлюсь то что будет дальше отвернитесь я издеваюсь смесь крови лимфы сейчас уже это практически ну на вид жидкость как будто бы запекшуюся кровь да жидкость люди спросят а что такое эксудат а эксудат это фиг знает это что-то такое коричневая супер жидкая которая накапливается после того как ты снимаешь имплант все что я могу сказать у вас очень красивая зима не могла не сказать очень красивая к моему к моему возрасту у меня уже остались какая красивая зима когда-то я был молодой и красивой сейчас просто сейчас все прекрасно ничего необычного нет у вас все выглядит так как должно выглядеть после операции никаких жидкостных скоплений никаких причина какая была смотрите я сделала качественные импланты носила тугое белье тренировалась только в спортивных специальных топах утягивающих ну то есть вот следила за полностью дотримовалась рекомендации вашего хирурга ни на животе ни на имплантах не продавливала навколо импланта коли я ки навколо будь-якого боже какие у вас пальцы красивые спасибо навколо импланта формуется певна плевочка капсула как называют нормальная капсула вона не створює ніяких деформацій импланта имплант не лежит спокійно рівно и не вызывает никаких болей в вашем випадку на фолу навколо импланта начала формуватися трешки тостейша капсула да можно расценивать ее как первую стадию капсулярной контрактуры оскільки она была выявлена на мрт правильно сделала да все равно потом было бы хуже не факт не факт потому что она могла зупиниться на цей стадии и все а могла прогресувати капсулярная контрактура на частейше трапляет с гладкими имплантами світова статистика це приблизно более 20-22% я честно скажу когда я планировала снять импланты я думала да сейчас тут косарь другой сниму эти импланты слушайте а это оказалось да и так и технично вона ваще для пациента так и для хирурга тому якщо проводить такие операции взяты в ціновом диапазоне да то агментація будет коштувати дешевше ніж выдаление импланта з капсулы то есть выдаление панта дороже чем первинная агментация прошлом сейчас я же доходи на тільки в украине це в принципе все мыслите то есть у нас по рейтингу самое дешевое это поставить сиски потом их убрать а потом убрать и заменить на новое вот вот вам градация сделайте пожалуйста мне здесь таблицу так что копите бабло я говорила носить грудь это такое не дешевое обслуживание то что ездить на устройство нужно периодически делать так и меня резина это я знаю эти поливчики покупать потому что первое что я сделала когда я сделала грудь я вышла из клиники и сразу пошла в лафайет в агент провокатор и накупила себе просто на пятерку у нас инколи пациенты работают после агментации да да залишают просто свою струбилизму або вы кидаете через викон с клиники есть такая фишечка у нас сколько срок годности у нас есть гарантия на импланты каждая фирма нормальная да то что на рынке это ментор политех они дают пожитие гарантию на импланты пожизненную пожизненную гарантию на импланты почему говорят что всегда нужно але залежит от того який объем импланта на него владеют певние силы зовнішние гравитация способ життя активности как часто внутрь абсолютно правда если не номинать девочки если не номинать не давайте своим парням номинать ваши импланты они прослужат вам дольше так вот нечего если взять количество пациентов которые приходят за имплантами сколько приходят делать сиськи сколько приходит удалять 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 приходят ридко честно скажу может два-три разы в рік а сколько людей приходят заменить замены на частейшая причина это незадоволение объема еще больше хочет ты диви на них как правило это пациентка хочет больше чем человек двоякое питание потому что оно не полностью раскрыто да инколи приходит так что дружина хочет больше ты а инколи бачу на консультации что дружина вроде бы все влаштовые а человек явно 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 ее дома заставляют русские добавить обе ему потому что они насмотрят этой порно а потом вот это уродут своих женщин я против девочки я против мужик через два года свалит он найдет другую а вы чего останетесь с этими сиськами силиконовыми если это действительно ваше желание и вы себя так видите идите и делайте а если это навязанное социумом инстаграмом вы посмотрели сделали себе скриншот какой-то красотки на пляже и думаете что вы сделаете импланты и станете жить ее жизнью тогда нет я против только если вы действительно чувствуете что вы это делаете для себя потому что я это сделала не для себя когда я делала грудь у меня закладывались мысли что я такая буду просто бомбическая что это изменит мою жизнь просто притянет самого вообще просто человека который будет меня обожать и где связь между грудью и обожать меня вообще две разные просто два разных континента вот и я хочу сказать что девочки грудь не влияет на восприятие мужчины вас восприятие окружающих вас насколько у вас будет откровенный купальник на пляже это все такая обложка обвертка это все настолько поверхностно грудь совершенно не дополняет она не дополняет человека как личность много есть девочек которых ты знаешь до операции после операции кардинальный перемен в жизни добавляется впевненности в себе и воно как бы меняет людину у меня прямо противорационально наоборот я настолько стеснялась этой груди которую я сделала что я вот так скокоживалась у вас питание было вы не хотели робить а вы зробили сказали для когось да для я сделаю не хотела вот это кардинально а когда я уже их убрала я себе почувствую боже ну такой кайф быть собой но вот у меня видите все таки это не было моё истинное желание потребно все бажать и хотеть есть показания по которым нужно поставить импланты но если этот просто эстетическое желание подумайте дважды боже но я я считаю что вот эти вот штуки должны быть в каждом доме просто для медитации да гарный приклад и у меня она тоже дома есть да а жена у вас есть да а у нее импланты есть скоро будут так скажу да она сама хочет или это ваш выбор сама хочет человек хирург пластичный и каждый день у него питать а когда у меня будут броди потому что это питание мне удобно здравствуйте меня зовут наталья гоцвей сегодня я вам проведу рум-тур в своей квартире как можно было сделать оранжевую ванну реально видно что мужика нет в доме замшевая стена это не странно пройти почему у меня вот тут двери и вот тут двери идеально чистая духовка потому что я еще ни разу не включала для возбужденной фантазии у меня есть еще одна комната 18 плюс это я первый раз села в это кресло